Василий Александрович, я рад приветствовать в славный город Луганск. Мы теперь будем общаться с Вами, минуя всевозможные препятствия и телефонной связи. Хотел бы сразу поблагодарить Вас за Вашу борьбу, которую за плачеком. Хотел бы уверить всех жителей Луганска в Вашем лице, что мы, Ваши земляки, приходили и будем приходить к Вам на помощь в любое время дня и ночи. И не только в бою, но и в цели постановить такой же даровой для нас край Луганск, но только для Вас. Большое спасибо за то, что Вы есть, за то, что Вы с нами. Поэтому в бою будем вместе и в межное время будем прожать с той же условиями на другом фоне. Да, спасибо большое и Вам. Громадное спасибо. Мы тоже на сегодняшний день своим Центром управления восстановления приветствуем Вас. Хотим тоже выразить слова благодарности о том, что точно так же считаем, что без Вашей поддержки, без нашей общей взаимопомощи нам будет тяжело восстанавливаться. Но мы с Вами все-таки братья. Вы для нас на сегодняшний день во многих пример, мы во многом равняемся на Вас. Будем стараться поддерживать взаимопомощь и дальше. И думаю, наше дело правое. И Луганская, Донецкая народные республики есть и будет. Еще раз спасибо за это. Спасибо, Иван. Теперь, уважаемые коллеги, я прекрасно знаю, что Вы все делаете, делали и будете делать все возможное и невозможное для восстановления нашего родного города. Но, прекрасно понимаю, что все равно этого недостаточно. И как бы мы ни старались, все вещи, которые мы сделали, к сожалению, нужно делать быстрее, лучше, качественнее. Точнее, быстрее, наверное, сама основная. Потому что зима не за горами. И только для гидрометцентра она приходит неожиданно. Для тех остальных, на ваших дипографиях. Поэтому, задача Министерству топлива и энергетики обеспечить качественную подготовку объектов топливоэнергетического комплекса к функционированию в зимнем периоде. Обеспечить на 100% поставку для населения в объемах, позволяющих обеспечить теплоосложение в зимний период. Обеспечить готовность резервных мобильных источников электроснабжения, их своевременную доставку и подключение в случае возникновения аварийной ситуации. Далее. Министерству жилищно-коммунального хозяйства. Организовать проведение работ по восстановлению системы жилищно-обеспечения и жилого фонда, их подготовки в зимний период. Обеспечить качественную подготовку объектов жилищно-коммунального хозяйства к функционированию в зимнем периоде. Обеспечить готовность аварийно-обосстановительных бригад к оперативному реагированию на много возникающей аварийной ситуации. Следующее. Министерству аграрной политики и продовольствия. Организовать продовольствие и обеспечение социальных учреждений к целостным прибываниям людей в больницах образовательных учреждений в соответствии с установленными нормами. Обеспечить проведение ценовой политики, направленной на допущение роста цен на продукты первой необходимости. Министерству строительства и архитектуры. Обеспечить проведение общестроительных работ по восстановлению объектов жизнеобеспечения, образования, здравоохранения, социальной сферы и жилья. Организовать привлечение тяжелой инженерной техники и сторонних организаций к проведению установительных работ. Министерству транспорта. Организовать транспортное обеспечение проводимых аварийно-осстановительных работ целью своевременной доставки рабочих бригад и необходимых материально-технических средств местом работы. Организовать работы по восстановлению дорог и объектов транспортной инфраструктуры. Министерство труда и социальной политики. Организовать учет социально защищенного населения, пенсионеров, инвалидов, многодетных семей. Обеспечить оказанием своевременной адресной помощи. Организовать создание новых рабочих мест с целью максимального охвата трудоспособного населения, особенно по восстановлению социальной республики. Министерство здравоохранения. Обеспечить перезакрепление пациентов за лечебными учреждениями на период проведения аварийно-осстановительных работ с учетом 100% охвата населения. Обеспечить своевременное обеспечение населения жизненно необходимыми медикаментами и препаратами. Обеспечить бесперебольное функционирование службы скорой помощи. Обеспечить учет населения, нуждающегося в оказании квалифицированной медицинской помощи, в том числе беременных женщин, и организовать оказание им адресной помощи. Обеспечить проведение вакцинации населения, при этом особое внимание обратить на детей социально незащищенные в свои населения. Министерство образования и науки. Обеспечить бесперебойный учебный процесс, в том числе и перераспределение обучающихся по школам в случае аварийных ситуаций. Обеспечить питание учащимся по установленным нормам, а также и доставку в учебные заведения из отдаленных населенных пунктов. Организовать привлечение студентов, учащихся, в проведении мероприятий по благоустройству городов и населенных пунктов с соблюдением всех мер безопасности. Министерство информации и связи. Обеспечить бесперебойную устойчивую связь, особенно в районах проведения аварийно-восстановительных работ. Особое внимание обратить на обеспечение связи подразделений службы экстренного реагирования, пожарная охрана, скорая помощь, службы восстановления жизнедообеспечения МЧС. Организовать своевременное и полное информирование населения о проводимых работах по восстановлению республики в случае аварийных ситуаций, о их возникновении и порядке действий. Обеспечить бесперебойную связь с Центром управления с делами управления восстановленных городов, районов и аварийными службами. Министерство молодежи и спорта. Возвращение заинтересованных министерствами организовать привлечение молодежи к восстановительным работам и оказанию помощи в самозащищенном слоям населения. Министерство культуры и туризма. Организовать проведение культурно-массовых работ с привлечением артистов, творческих коллективов для поднятия патриотического настроения населения при проведении мероприятий по восстановлению республики. Министерство финансов, Министерство экономического развития. Обеспечить своевременное финансирование работ по восстановлению системы объектов жизнеобеспечения. Обеспечить своевременную выдачу пенсии, пособий и других социальных выплат населению, в том числе пострадавшим при введении боевых действий в установленном порядке. Министерство внутренних дел. Обеспечить охрану, складов и мест хранения материал-денческих средств, предназначенных для военно-осстановительных работ. Обеспечить сопровождение колонн грузов и военно-осстановительных бригад местам проведения работ. Обеспечить охрану общественного порядка при проведении военно-осстановительных работ. Министерство государственной безопасности. Обеспечить соблюдение вопросов государственной безопасности при проведении военно-осстановительных работ. Министерство обороны. Обеспечить проведение инженерной разведки и разминирование в районах проведения военно-осстановительных работ. Обеспечить согласование районов проведения восстановительных работ на территориях возможных боевых действий, а также охрану этих районов Министерство заходов и сборов Обеспечить оформление грузов, поступающих через омноженные посты, в приоритетном порядке Прокуратуре Обеспечить контроль и соблюдение законодательства и спублики при выполнении работ на восстановлении и законности расходования материалов и финансовых средств Министерство по чрезвычайным ситуациям Обеспечить готовность подразделения к реагированию на возникающие встреченные ситуации и происшествия Пожары, в том числе работоспособность средств, пожарослушения, спасения и связи Всем министерствам Донецкой Народной Республики Обеспечить восстановление подведностных объектов и их устойчивое функционирование в зимнем периоде Обеспечить эффективное использование имеющихся материальных ресурсов, в том числе поступающих по линии гуманитарной помощи А также своевременное представление заявок на материалы, отсутствующие в подведностных резервах Центр управления восстановлением Донецкой Народной Республики Обеспечить деятельность специалистов по свежищам управления в составе Центра управления восстановлением Донецкой Народной Республики мэром комендантов городов и муниципальных районов обеспечить невкуснительное выполнение требований постановления Совета Министров Донецкой Народной Республики от 15 октября до 2014 от Центра управления восстановлением Донецкой Народной Республики по созданию отделов управления восстановлением городов, районов и техническому оснащению и взаимодействию с Центром управления восстановлением республики. Хочу еще раз подключить ваше внимание, что только сконимированные действия всех министерств и служб позволят нам в кратчайшие сроки восстановить хозяйство Донецкой Народной Республики и обеспечить нормальные продневные рынки и службы и объекты метраструктуры. Еще раз спасибо за внимание. Дмитрий Аркадьевич продолжает.